От пациентки. Ректа цервикальной инфильтрате на эндометриоз. Боли с 13 лет с первыми месячными. На данный момент нерегулярные обильные менструации, боли во время менструации и без подозрения на свищ ректа цервикальной перегороде. Опущение поперечно-ободочного кишечника. Консультативное заключение по МРТ пациентке 33 лет, от 29 сентября 2020 года номер 46770. При МРТ органов малого таза в аксиальной, сагитальной и корональной плоскостях, в том числе и с контрастным усилением, мочевой пузырь частично наполнен. Стенки его ровные, гладкие и равномерные, не утолщены, без дивертикулов. В просвете пузыря участков патологической интенсивности сигнала не определяется. Матка в антифлексе, слева, в размерах не увеличена, 6,5 на 5,3 на 3 см 9 мм, структура миометрии немного неоднородная. Полость матки 8,2 мм, эндометрий не изменен. Шейка матки не цервикальный канал не изменены. Стенки влагалища не утолщены. Параметральная клетчатка не инфильтрирована. Правый яичник с нечеткими контурами 49 на 18 на 35 мм содержит фолликулы, доминантные 1,3 а 1,7 м. Левый яичник удален. С обеих сторон визуализируются жидкостные трубные образования, тянущиеся от матки до области яичников. Параректальная клетчатка без патологических изменений, спайки между задней стенкой матки и прямой кишкой. Патологические образования, свободная жидкость и увеличенные лимфатические узлы в полости малого таза не определяются. Деструктивные изменения в видимых костях таза не выявлены. Участков патологического контрастирования не отмечается. Заключение – аденомиоз. Двухсторонний гидросальпенгид. Рекомендовано доделать исследование в корональной плоскости. Заведующий кафедрой – доктор медицинских наук. Профессор Холина. Двухсторонний гидросальпенгид. Рекомендовано доделать исследование в корональной плоскости. 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 Рекомендовано доделать исследование. Реком Продолжение следует...